Думал, что в России нет свободы слова. Переехал в Европу, работаю в крупной компании. Теперь на работе фильтрую слова в два раза чаще. Слишком большой риск сказать что-то неправильное на тему diversity. На остальное не жалуюсь, на осадок есть. Конечно, никакой свободы слова в Европе уже давным-давно не осталось. Европа стала очень репрессивной средой как раз по лекалу Маркюзе, по лекалу репрессивной толерантности, о которой я рассказывал в начале стрима. Бежать, к сожалению, буквально стало некуда. Почему я переживаю за Соединенные Штаты? Долгое время это был такой маяк свободы, на который мы все смотрели с завистью, с надеждой и воспринимали как пример для подражания. Сегодня это просто везде закончилось. Плохо везде. Меня спрашивают, Михаил, почему вы не уедете из России? Возможно, в какой-то момент меня государство, конечно, выдавит конкретно из России, потому что политической работой я занимаюсь здесь. Но у меня давно есть понимание, что в любой стране, где я бы занимался сегодня политической работой, я был бы преследуемым так же, как и в России. Ко мне так же вламывались бы с обысками в Австралии за то, что я ставлю под сомнение государственную политику по борьбе с китайским коронавирусом. В Австралии просто проходили обыски за посты в Фейсбуке. Я знаю, что в Соединенных Штатах за то, что я поставил бы выборы под сомнение, как я их ставлю под сомнение в России, у меня бы удалили социальные сети, закрыли бы Патреон. Возможно, тоже вломились бы ко мне домой с обыском или объявили в розыск Байк-Таляска. Нету страны, в которую я мог бы приехать, условно говоря, на все готовенькое, потому что не осталось страны, где свобода бы уважалась, где ее удалось сохранить. Это делает борьбу либертарианцев в России вот настолько во много раз важнее, потому что бежать буквально некуда. Просто есть страны чуть более комфортные экономически в силу того жирка, который они наработали за 20-19 век. Но стран, где уважается личная индивидуальная свобода, где защищена свобода слова, их буквально-буквально не осталось. Да, есть страны чуть получше России, но в целом тренд абсолютно прискорбный.